Израиль на пороге прекращения огня с Хамасом. Идут последние договоренности. Об этом говорит госсекретарь Шаэнтони Блинкин в интервью Reuters. Мир в Израиле и возвращение заложников. На каких условиях? Все это обсуждаем сегодня с Цви Зильбером, израильским журналистом и главным редактором лучшего радио. Цви, здравствуйте. Шалом, шаббат шалом. Здравствуйте. Всех витаю. Слава Украине. Героям слава. Спасибо, что вы присоединились. И давайте начнем вот именно с заявления Блинкина. Он говорит о прекращении огня. Якобы остались последние спорные моменты между Израилем и Хамасом. Вот о чем не могут все-таки договориться до сих пор и на каких договоренностях будет базироваться это соглашение? Я думаю, что это соглашение так же далеко от нас, как оно было 10 месяцев назад. Ну вот в ноябре был первый обмен заложников на палестинских террористов. И после этого, в принципе, Хамас понял одну простую вещь, что если он не получит международной гарантии того, что Израиль прекращает войну, то Израиль продолжит. То есть в ноябре у них была такая иллюзия, что Израиль остановится, освободит часть заложников. И после этого Израиль уже западное сообщество и все вот эти полезные пропалестинские идиоты не дадут Израилю возобновить наступление. Он ошибался, и Израиль продолжил наступать. Поэтому на этот раз Хамас требует полного прекращения огня, международных гарантий и полного отвода всех израильских сил из сектора газа. Ну и, соответственно, еще неплохо было бы самому Синвару получить личные гарантии безопасности, что его не будут пытаться ликвидировать. Поэтому для Израиля это означает капитуляцию перед Хамасом в этой войне. И они начали вести переговоры. Знаете, есть такая тактика, давайте договоримся сначала по тем вещам, по которым легко договориться, и дальше будем идти от простого к сложному. Но здесь это вообще не работает. И вот сейчас все говорят, что филадельфийский коридор. Неожиданно появился филадельфийский коридор. Ну как неожиданно появился? До того, как Израиль занял филадельфийский коридор пять месяцев назад, эта тема не поднималась, естественно. Ну а после того, как он занял, даже не пять, даже меньше, наверное, после того, как Израиль занял филадельфийский коридор, то эта тема возникла, потому что... Израиль считает, что филадельфийский коридор – это основная такая трасса контрабанды оружия, иранского оружия в сектор газа, Хамаса. То есть если эту контрабанду не прекратить, а Израиль предполагает, что в настоящий момент она полностью или почти полностью прекращена, то, соответственно, военное сопротивление Хамаса постепенно сойдет на нет, и можно будет говорить о прекращении и исчезновении власти Хамаса в секторе газа. Ну и сегодня нам еще сообщают представители наших спецслужб, что у Синвара якобы был план под землей уйти из газа вместе с заложниками и переправиться в Иран, чтобы там надежно их охраняли, корпус стражи исламской революции, его вместе со всеми заложниками, которые еще остались живых. Вот. Ну, я не знаю, насколько это верно, насколько это действительно соответствует, но я все время говорил еще с самого начала, что Синвар вполне это мог сделать. Он вполне мог это сделать еще до того момента, как Филадельфийский коридор был занят израильской армией. Вот нам говорят, что было 18 пунктов, из которых типа по 14 удалось добиться согласия. Но, опять же, это все, знаете, как я все время привожу аналогию с делением на ноль. Когда у тебя в знаменателе ноль, ты можешь его как хочешь представлять, там, что ноль это один минус один, и потом это брать в квадрат или в куб, или там еще что-то. А все равно в конечном итоге это остается нолем, и деление не получается. Поэтому я не верю в то, что в ближайшее время будет сделка. Ну и еще вопрос тайминга, конечно, вопрос времени, когда все это происходит. Потому что, во-первых, только что мы увидели казнь шестерых израильских заложников. Для Вениамина Нетаньяла в этой ситуации понятно, что если он пойдет на уступки, как этого требует общественное движение, которое поддерживает, которое требует заключить сделку с КамАЗом на любой ценой, на любых условиях, лишь бы заключить, то в этой ситуации он не только будет выглядеть как ближневосточный лузер, но вот сама психология переговоров с террористами. То есть если в этой ситуации Нетаньял пойдет на какие-то уступки, то расстреляют еще заложников для того, чтобы он еще больше пошел. То есть расстрелы заложников станут просто такой ординарной операцией для того, чтобы выжимать из Израиля все лучшее и лучшее условие. Поэтому здесь еще есть такой пункт. Ну и приближающиеся выборы в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, это все-таки такая полуконспирологическая теория, но у нас в Израиле многие обозреватели говорят, что Нетаньял ждет Трампа. Нетаньял не хочет сейчас заключать сделку, потому что сделка положит Байдену и Камале Харрис показать это как свое достижение и прийти с этим делом на выборы. А наоборот, если сделки не будет во время выборов, то это как бы будет лить воду на мельницу Трампа. Но это, опять же таки, я говорю, такая полуконспирология. Хотя рационально, там чисто логически, если подумать, то, наверное, да, у Нетаньял, наверное, есть интерес, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах и стать президентом США. Поэтому Блинкен, конечно, делает оптимистичные заявления, но судя по тем утечкам, которые появляются в израильских средствах массовой информации, у них там не очень хорошее настроение. И даже Байден говорит, что уже нет смысла писать какие-то новые варианты, какие-то новые компромиссы, потому что все это не работает. Это здесь нужно просто политическое решение. Пока нет политического решения пойти на сделку с одной и с другой стороны, и никакой сделки не будет. Ну вот мы с вами, когда в последний раз разговаривали, говорили о том, что политический рейтинг Нетаньяху, он растет на фоне информации о ликвидациях, те, которые были, в том числе там главы Хамас. Как сейчас? То есть я так понимаю, что сейчас информация об убийствах этих заложников серьезно пошатнула рейтинг Нетаньяху, и он пытается всеми возможными способами сейчас вырулить. Знаете, рейтинги Нетаньяху – это вообще отдельная история. И я вообще пришел к выводу, что очень многие люди голосуют за него, знаете, это как религиозное убеждение. Вот я верю в такого-то бога, я верю в бога Нетаньяху, и я за него голосую, что бы он ни сделал. И удивительно, что районы, которые наиболее пострадали от террора, это юг Израиля, север Израиля, такая далекая, отдаленная от центра страны периферия, которая, ну, в общем-то, никогда не пользовалась особым вниманием властей, никогда не пользовалась какими-то подарками или дотациями от Нетаньяху. Они почему-то все как один за него голосуют. Человек, которого обвиняют в провалах 7 октября, человека, которого обвиняют в том, что он за 11 месяцев не решил проблему с безопасностью ни на юге, ни на севере, не вернул эвакуированных или там беженцев, которые остаются внутри страны. Огромное количество критики в его адрес, и при всем при этом жители этих довольно периферийных, довольно небогатых маленьких городков и поселков продолжают голосовать за Пеневин Нетаньяху. Поэтому у меня нет никаких объяснений, что, что бы ни случилось, эти люди все равно за него будут голосовать. Поэтому я бы не стал так вот прям замерять его рейтинги. Ну, а кроме того, знаете, я... В Израиле, конечно, есть очень-очень профессиональные социологи, но я уже много раз... Мы в Израиле, скажем так, уже много раз убеждались, как они могут ошибаться кардинально, да, они потом говорят, что это, значит, в этих рамках погрешности. Но на самом деле они предсказывали совершенно все наоборот. В частности, когда Нетаньяху первый раз победил на выборах, он шел тогда против Шимона Переса, покойного, то опросы, и самый главный тогда израильский социолог в эфире сказала, что она видит по социологии, по опросам, она видит уверенную победу Шимона Переса. Ну, и на следующее утро оказалось, что победил Бениамин Нетанео. Поэтому... Или вы вспомните историю Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, да, уверенная победа Хиллари, говорили все социологи, и в результате победил Дональд Трамп. Поэтому у социологии это дело такое. Кроме того, у нас, знаете, сейчас еще такая появилась национальная игра. Сложи мозаику. У нас берут, у нас же много маленьких партий, берут и начинают их вместе складывать и проверять. А вот если мы эту партию соединим с этой партией, прибавим туда еще вот этого, проголосуете вы за это или нет. И вот все время проводят такие манипуляции, и тут получается, какая-то комбинация выстреливает, какая-то комбинация не выстреливает. Мне кажется, это не имеет смысла, потому что есть общее разочарование израильского общества от политикума. Я, кстати, разделяю абсолютно эти чувства. Мне кажется, что после 7 октября, после того, что случилось с нашей страной, все 120 наших парламентариев должны были встать и уйти в отставку. Потому что я не говорю, что кто-то из них специфически виноват, но потому что должна быть какая-то ответственность. Должна быть какая-то ответственность у этих людей, если они действительно позиционируют себя как израильские политики. Хотя, наверное, это такая иллюзия. Наверное, это такая позиция идеалистов. Но, с другой стороны, опять та же самая колода, которая все время тусуется по-разному, по-разному тусуется, но, в принципе, остается одной и той же колодой. Вот это не нравится израильтянам. И я боюсь, что очень хотелось бы, чтобы у нас после войны появились новые политические силы. Вот эти ребята, которые сейчас воюют в Газе, которые рискуют жизнью, проливают кровь за эту страну и которые понимают, что в этой стране пришло время делать очень серьезные, кардинальные изменения, иначе она будет катиться под горку. Я вот очень надеюсь на этих людей, которые вернутся с фронта и пойдут в политику. Ну, потому что в Израиле политика – это не очень интересное занятие. Если человек творческий, развитый, высокого уровня, скажем так, он найдет себе гораздо лучшее применение в бизнесе, в экономике, нежели в политике. А политика у нас, дама такая довольно своеобразная, довольно грязная, и гораздо менее привлекательная. Вот если бы эти люди высокого качества, которые еще и отдают свои долги, защищают эту страну, если бы они пришли после войны и создавали свои партии и входили в израильскую политику, появилась бы какая-то более живая альтернатива, вот в этой ситуации, я думаю, что Бенемину Нитанияу стоило бы испугаться. Ну, а пока я думаю, что он держит ситуацию под контролем, и вообще он не собирается ни на какие выборы выходить. Я не вижу никаких причин. Но если будет коалиционный кризис, развалится правительство, то, может быть, там он объявит выборы, и то они наверняка произойдут где-то в начале 25-го года в самом таком скоростном варианте, потому что у нас сейчас каникулы, еврейские праздники, то есть до конца сентября, в принципе, у нас, до конца, до октября, даже до конца октября у нас, в принципе, ничего такого происходить не будет в политической сфере. Так что рейтинги Нитанияу это совсем-совсем отдельная история, и я бы не обращал внимания на вот эти вот замеры сиюминутные, которые, ну, может колебаться на несколько мандатов в ту или иную сторону в зависимости от сиюминутных настроений, но в долгосрочной перспективе, ну, вообще я как бы считаю, что это имеет смысл, только когда уже объявлены выборы и определились партии, которые принимают в них участие. А так это пока чисто, знаете, пиар-акции для того, чтобы создавать информационные поводы, чтобы было о чем поговорить в телевизионных студиях. Знаете, я вот у нас на радиостанции, ну, вообще эти опросы мандатов, кто сколько мандатов не вирает, просто уже принципиально не обсуждаем, ну, потому что это не имеет никакого смысла. В то же время, вот мы заговорили с вами об израильских заложниках, и вот этот вот вопрос обмена, он остается каким-то неясным пока. Обмен израильских заложников, я имею в виду на палестинских заключенных. Якобы есть информация, что Явгалан даже поспорил с Нетаньяху, обвинил его, что тот якобы отдает приоритет в вопросе контроля над стратегическим коридором, тот, о котором вы уже говорили, около границы Газа и Египта, над вопросом жизни заложников. Немножко можете разъяснить, вот в чем конкретно там спор был? Да, Явгаланд, наш министр обороны, у него практически с самого начала войны такой клинч с главой правительства, с Бенемином Нетаньяху. Когда произошли события 7 октября, они на первую пресс-конференцию вышли вместе, но потом уже устраивали пресс-конференции строго поодиночке, и Нетаньяху даже сказал как-то, что вот я приглашал сюда нашего министра обороны, но он принял решение вот такое, какое принял. То есть они даже совместные пресс-конференции не проводили. И действительно между ними отношения довольно, ну скажем так, натянутые. Ну а в нынешней ситуации, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что армия не видит никакой конкретной перспективы. Не только армия, но и, в общем-то, народ здесь тоже. Мы не видим никакой конкретной перспективы. Вот армия воюет там, еще пять террористов, еще один бункер, еще один туннель, еще одна пусковая установка. Это же не кончится никогда. То есть нет четкого указания, допустим. Мы занимаем весь сектор Газари, оккупируем его и устанавливаем там израильскую военную власть, комендатуру, комендатуры, как это делается на западном берегу в Иудее и Самарее. И на этом война заканчивается. Но нет, им этого не говорят. Хотя сейчас появился главный комендант, старший офицер Газы. То есть есть уже какие-то первые признаки того, что армия готовится к такой возможности. Ну потому что логически я не вижу другого способа достичь цели, которые были поставлены. Нет, если Нетаньяо эти цели снимет, то тогда возникает вообще другой вопрос. Типа, а что ты вообще там делаешь на кресле премьер-министра? И зачем была нужна эта война 11 месяцев? Но я не думаю, что Нетаньяо снимет с повестки дня цели войны, которые заключаются в том, чтобы свернуть власть Хамаса, устранить угрозу с юга и создать на севере безопасные условия для возвращения наших эвакуированных. Это цели войны, которые он озвучил, наряду с освобождением заложников. Но тут не вопрос, какая цель приоритетнее. Разумеется, никто никогда не скажет, что за освобождение заложников не приоритетная цель. Но выбрать одну цель, при том, что распрощаться тогда с любой надеждой достичь остальных целей, это тоже для израильского премьер-министра, это не вариант. И если бы армия получила четкие указания, вот надо занять вот эту территорию, надо установить контроль вот здесь или надо установить контроль вот здесь, и это будет окончание войны, то, возможно, они не требовали бы сейчас сделку. На самом деле, вся израильская военная верхушка, командование, генеральный штаб, начальник генерального штаба, которых всех я хотел бы видеть уже в отставке после 7 октября, один только ушел, начальник военной разведки, и вот у одного была совесть, и все остальные говорят, что именно они, только они могут исправить ситуацию и победить в этой войне. И вот эти все товарищи, которые накосячили, которые несут прямую ответственность за 7 октября, они сегодня требуют сделку, потому что они не видят другого выхода из этой войны. Они сегодня поют самые разные песни, что мы в любой момент в газу вернемся, а заложникам, если мы не спасем сейчас, то мы их уже не спасем никогда. И так далее, и так далее. Но это все, опять же, все понимают полную абсурдность. Если сейчас будет подписана сделка, то никакого второго акта, никакого продолжения этой войны со стороны Израиля не будет. А будет продолжаться опять вот этот кошмар, постоянная гибридная война, обстрелы, вылазки, и наверняка Иран каждый раз будет «радовать» нас какими-то своими новыми изобретениями и достижениями. Но военная верхушка, они не видят выхода из этой войны. Они не понимают, как они эту войну заканчивают. Нет никакой перспективы. И большая часть израильского общества, кстати, тоже, которые сегодня ходят на демонстрации и требуют сделку на условиях Хамаса, сделку любой ценой, они тоже ходят на демонстрации, потому что люди устали от войны. А какого-то конкретного выхода, какого-то горизонта пока не видно, к сожалению. И это играет свою роль. Так что глава правительства и министр обороны в этой ситуации не сходятся. Но от Нетаньяо уже, ну я не знаю, ну минимум 10 месяцев в категоричной форме требует сказать, что будет в газе на следующий день. Что будет в газе на следующий день. Вот он молчит, и, ну, он молчит, потому что он сам не решил. Он известный такой прокрастинатор, и он тянет с этим решением неизвестно сколько времени уже. Война должна была, по идее, закончиться в конце января. Почему-то он ее остановил и вывел 90% наших сил из сектора газа. И с тех пор вот продолжается вот это болото. Топтание в газе и война на истощение. У нас нет сейчас ответов на эти вопросы. Мы не знаем, что будет в газе на следующий день после свержения Хамаса. Армия не знает, как эту войну закончить. Поэтому армия говорит, ну давайте хотя бы освободим заложников, спасем человеческие жизни. Хотя бы что-то конкретное. Потому что все остальное это бесконечная история. Ну, вы знаете, в Москву ездил Роман Гоффман. Это новый военный секретарь Бениамин Нетаньяу. И я думаю, что это просто, знаете, такая вот надежда, маленькая надежда что-то кого-то вытащить. Потому что Роман Гоффман русскоязычный. И он понадеялись на то, что вот он поедет в Москву и на русском языке попытается кого-то уговорить. И что-то они сделают. Но вот Алекс Лобанов, про которого шла речь, гражданин России, вот он был среди этих шести заложников, которые были казнены. Так что как раз Роман Гоффман съездил в Москву и как раз мы получили его тело из-за сектора газа. Ничего, конечно же, в Кремле не сделали для этого. Ну, слушайте, вот недавно они там в России снова отмечали очередную годовщину Беслана. Да, вот. Беслан – это очень четкая индикация, как Путин относится к заложникам. К своим, не к своим. Дело не в этом. У нас, понимаете, готовы говорить хоть с самим сатаной для того, чтобы спасти заложников. То есть тут уже как бы не до брезгливости. Я думаю, что если бы не эта тема, то не было бы никаких контактов на таком высоком уровне. Ведь согласитесь, что военный секретарь, премьер-министра это не какая-то такая фигура, которая ездит с визитами в другие страны. Да, это сугубо такой служивый человек, служебный человек при главе правительства, который каждый день приносит ему доклад о ситуации в области безопасности, о том, что происходит на фронте и что происходит в армии и отдает поручения и, в общем-то, является связующим звеном между главой правительства и генеральным штабом. Что касается отношений между Израилем и Россией, они давно уже не были корректными, а в последнее время, ну, в последнее время, вот вчера как раз началось это большое обсуждение, вот был опубликован доклад ФБР, американского ФБР, про вмешательство российских спецслужб, всяких российских там, медиахолдингов, медиасоушел-медиа, да, вот всяких фирм, которые занимаются социальными сетями, вмешательство в американскую политику, в американские выборы, в европейские, в том числе, там был целый раздел про вмешательство путинских, да, вмешательство кремлевских агентов в израильскую политическую жизнь. В основном это были, значит, ну, как-то происходило, они создавали фейковые сайты, то есть эти сайты были похожи на ведущие израильские новостные ресурсы. Они, значит, создавали какой-то контент при помощи искусственного интеллекта на иврите с чудовищными ошибками. Они заказывали статьи на хорошем иврите, подписывали их именами известных израильских журналистов и публиковали на этих сайтах и дальше начинали размещать ссылки на это в социальных сетях. И многие люди покупались и думали, что они действительно заходят на официальные сайты известные израильские СМИ читают статьи известных израильских журналистов, где говорилось о том, что не надо поддерживать Украину, что в Украине правят нацисты. главная тематика была украинская. Потом появилась тематика, которая должна была вносить такой раздрай в израильское общество. Были какие-то вбросы, ну, просто для того, чтобы представить представить тех, кто выступал против судебной реформы, как угрозы демократии, потом представить другую сторону, как угрозы демократии. Но ФБР пришло к выводу, что российская вот эта компания в средствах массовой информации и в социальных сетях, она должна была помочь Бенемину Нетаньяу на последних выборах. Но то, что они хотели ему помочь, это совершенно не значит, что Нетаньяу их об этом просил. Но я вообще не думаю, что тексты на еврите с ошибками могут действительно тут повлиять на какое-то общественное мнение. Вот, я думаю, что влияние на общественное мнение было минорным, да. Но и после публикации таких статей, да, то есть правительство Израиля не может пройти мимо этого и сделать вид, что ничего не заметил. Более того, уже были подобные отчеты израильских спецслужб, которые тоже сообщали, обращали внимание правительства на то, что это происходит. И даже там какую-то ноту вручали, насколько я помню, вручали какую-то ноту, Богданову, по-моему, ее вручали, или послу Викторову, послу России в Израиле, вручали такую ноту, что типа вот мы знаем, что вы пытаетесь тут у нас мутить воду и вмешиваться в наши дела. Россия, естественно, все официально опровергает, но вы же понимаете, это вот, знаете, этот вот КГБшный мозг, что надо везде проникать, все вредить, портить, травить, взрывать, совершать диверсии, что-то подменять, красть какие-то это вот, вот это вот все, что интерес их страны это гадить всем остальным. То есть вот чем больше нагадили другим странам, надо, не надо, неважно, гадить всем другим, сеять хаос, вот это интересы ну сначала Советского Союза, потом Российская Федерация. Здесь абсолютно преемственность наблюдается и все, что мы видим в последнее время подтверждает, что они ни на шаг не отошли от славных традиций, я троллю, конечно, их дедов и дедов вертухаев и прочие там гибни, но да, Израиль сегодня прекрасно понимает, что Россия это союзник Ирана, что мы с Украиной в одном окопе, мы с Украиной в общем-то ведем одну и ту же войну против оси зла и соответственным образом да, это находит свое отражение. Другой вопрос, что Израиль это как-то внешне не очень показывает, потому что тут у нас опять какие-то гастроли российские начинаются и всякие там есть общественные инициативы все-таки запретить российские пропагандистские СМИ в Израиле, но пока их не трогают, пока Израиль разбирается в своих там вот демократических, бюрократических всяких там законодательных я даже не могу это сформулировать. Короче, у нас попытались закрыть телеканал Аль-Джазира на арабском языке как прямое подстрекательство против Израиля и даже приняли соответствующий закон в КНЕСТе, но как-то до сих пор ничего не закрыли, потому что вот у нас такие есть законы о свободе слова, которые так защищают средства массовой информации, что до сих пор как-то не нашли реальной возможности закрыть телеканал. Ну уж тем более речь идет о арабском канале на арабском языке, катарском канале, хотя катар играет сейчас важную роль как посредник. Но я думаю, что в закрытии российских пропагандистских каналов, даже вслед за Соединенными Штатами Америки, для Израиля это совершенно нереальная ситуация. Цви, спасибо вам большое за этот разговор. Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор лучшего радио, был гостем этого стрима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин